доброго всем дня сегодня вышел в лес погулять посмотреть что как тут растет где уже появляется первые бабочки появляется муравьи по большому счету у нас уже плюс 15 сегодня говорят 23 дня будет теплая погода потом опять немножко холоднее но уже по большому счету весна такая вот уже начинается пока что конечно ничего не растет набрать растение показать вам не могу еще ничего не набираю можно какие-то деревянные почки из деревьев можно может быть какие-то смолы чагу поискать можно такое вот то что можно и всю зиму делать ну и на этот раз я вам придумал рассказать насчет на одной мази вот такая вот я ее делаю маленькую баночку 70 миллилитров ну и я вам хочу рассказать эффективно эффективно при разных болезнях и если честно я знаю люди которые и вирус герпеса лечат и боли в суставах и разные проблемы с ногами когда вот эти сосуды болят варикозные и вот я хочу вам рассказать как ее сделать делается она на пчелы глинном воске по большому счету я беру пчелиный воск и набираю смолы из сосны или из ели других деревьев которые смолистые у нас в латвии нету вот и вот ставлю их греться греться примерно смолу надо очистить конечно очистить ее просто ставьте маленькие маленькие сосудика в духовку натянуть на него надо марлю и весь воск ставить на эту марлю нагреваете там 60 градусов может больше можно так потихоньку чтобы не начал дымиться нагреваете и вся эти примеси которые будут и они останется на марле все остальное пойдет вниз вот я оставлю воск пчелиный воск и сосновые или еловые лучше еловые еловую смолу ставлю греться при 110 градусов это термическая обработка никак не убивает ни смолу не воск воск удерживать 120 градусов потом начиная там эфирные разные вещества сгорать так что 110 градусов ставьте в духовку и просто пусть он греется пока он станет все станет жидкое добавлять можно чтобы немножко пощаднее было воску и смоле можно добавлять туда кокосовое масло я например добавляю кокосовое масло можно и жир жиры из свинины внутренний жир или какого-то другого животного но мне так как мне животных перерабатывать свои эти не хочу вот и вот и я использую кокосовое масло было был момент когда можно было достать пальмовое масло которое биологическое которое чистое без хидрогенизации я оставил ее это греется все при 110 градусов кокосовое масло выдерживает начинается дымится при 150 градусов так что 110 градусов можете легко легко ставить пусть это греется потом берем вторую часть которая уже сложнее это экстракты настой на масле в этой в этой я ставлю из настой экстракт экстракт делается просто я делаю на бутыль ну в бутылке сыпью вещество которое мне надо например здесь есть мухомор и красный и в это еще есть и королевский мухомор монетарегалс и вот я настаиваю вот так я примерно сыплю 75 80 процентов мухомора в бутылку ну или в банку как хотите главное чтобы было стеклянное чтобы не отдавала никаких оксидов и так далее и заливаем виноградным маслом заливаю и ставлю в темноте закрываю но сушеную конечно все все ингредиенты сушеные чтобы не было плесени не появилась и ставлю в темноту например на месяц полтора если есть какие-то корни как например здесь есть лекарственные лекарственные окопник он очень твердый твердый корень если его просушить и чтобы из него вытянуть я ставлю например маленькие кусочки заливаю и ставлю в темноту пусть он там простоится два-три месяца ну так как спешить некуда корень набираю осенью выкапываю окопника так что я на зиму уже наставлю наставливаю ну и первые первые мухоморы у нас тут появляется только конце лету так что время есть пусть настаиваться ничего плохого там не будет и еще здесь есть такое вещество как конский каштан конский каштан тоже ставлю конский каштан начинаю мои набирают цветки настаивать цветки при том осенью набираю сам каштан это эти семена и на том же масле который на котором уже настаивал конский каштан цветки настаиваю и сам каштан и по сути по большому счету эти все экстракты они термо чувствительные их можно быстро угробить потому и надо так что разогрели разогрели воск разогрели кокосовое масло разогрели и смолу сразу снижаете температуру например на 60 80 градусов еще есть вариант что экстракты добавляете чтобы немножко немножко вытаскиваете из духовки эти смолы пусть они немножко немножко остынут и заливайте туда экстракты а она сразу начинают падать температура и появляются такие кусочки внутри их ставите просто на огонь медленный и немножко проваривайте как только видеть первую пенку сразу снимаете но чтобы вся масса была однородная и как видеть первую пенку снимаете и разливать баночка держать ее можно просто так не надо ни холодильников ничего такого нет нету нужды много не делайте потому что она долго долго служит по большому счету как ее сделать экстракт на виноградной косточке мухомора ставится 33 процента каштан конский ставится тоже 33 процента покупник ставится 12 процентов кокосовое масло ставится 10 процентов воск пчелиный ставится 10 процентов и смола елова или сосновая ставится мы если у вас есть кедр конечно можно ее ставится 6 процентов конечно можете менять ну по сути по большому счету это такой рецепт универсальный который можете добавлять чего-то другие экстракты и может можно развлекаться смать мать реально эффективно лечащие работает ну по большому счету если такое сделаете по большому счету любые действия которые надо позже там воспаление снять и там даже другие люди даже ангину с ней побороли так что ну такое чтобы у вас было если есть у вас какие-то идеи конечно пишите комментарии можем делать и по-другому по что-то что-то могу рассказать и что-то новое что-то другое также можем можно подписаться на канал я тоже был бы рад мы ставим лайки давай надо до следующего раза